Всем добрый вечер в эфире Кафуу Лайф. Продолжаем серию прямых эфиров, посвященной приемной кампании в Казанский федеральный университет 2023 года. Меня зовут Роман Полинсков и мы продолжаем сегодня говорить с юридическим факультетом. Утром у нас была прямая трансляция, посвященная магистратуре, ну а на этот раз поговорим о бакалавриате и специалитете. На интересующие вопросы ответят сегодня Наиля Орикович Хабибуллин, заместитель декана по образовательной деятельности юридического факультета. Наиля Орикович, добрый день. А также Юлия Николаевна Авдонина, секретарь приемной комиссии юридического факультета. Юлия Николаевна, вам тоже доброго дня. Рады, что вы пришли к нам на программу. Мы поговорим сегодня о бакалавриате и о специалитете, когда было у нас уже заявлено. Начнем с вводного слова, кратенько о юридическом факультете, о всех прелестях, которые ждут будущих студентов на протяжении 4-5-6 лет. А кто знает, может быть дальше ребята и в аспирантуру, и в докторнатуру пойдут. Так что вперед, давайте поговорим об этом. Кто начнет? Наверное, я начну. Юридический факультет — это один из старейших факультетов Казанского университета. Мы отчитываемся от самого появления Казанского, императорского тогда еще университета, отделения нравственно-политических наук. Мы были, отделялись, присоединялись. Но вот сейчас мы единственный факультет в Казанском федеральном университете. Все остальные структурные подразделения — это институты. У нас на факультете 9 кафедр, 8 кафедр чисто таких правовых, юридических кафедр, где, собственно, осуществляют подготовку юристов. Это такие классические кафедры, кафедры гражданского, права уголовного, права конституционного и так далее. И одна кафедра теории и методики обучения права, которая у нас появилась с 2010 года, после появления Казанского федерального университета, и там мы готовим учителей права. Ну, не буду затрагивать магистратуру, сегодня с утра уже об этом речь шла. Мы сегодня здесь собрали для того, чтобы о бакалавриате и специалитете поговорить. У нас по бакалавриату три направления подготовки. Это, собственно, юриспруденция, основное, конечно, для нас направление подготовки. Но в то же время мы готовим и по двум направлениям учителей права. Значит, по учителям права — это педагогическое образование с двумя профилями общества знаний и иностранный английский язык. И второе направление педагогическое — это профессиональное обучение. Там мы готовим учителей для среднего профессионального образования, то есть учителей права. Ну и специалитет у нас по направлению 40.05.04 — это судебная и прокурорская деятельность. По специальности судебная деятельность, по бакалавриату у нас предусмотрено две формы обучения — очная и очная-заочная, ну или больше известная как вечерняя форма обучения. И по специалитету у нас предусмотрено также две формы обучения — это очная и заочная форма обучения. На педагогических направлениях предусмотрен только очная форма обучения. Ну, относительно, наверное, бюджетных там мест и так далее, это вы, наверное, уже сами как-то будете у нас вести. Ну, об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. Юлия Николаевна, есть что добавить? У меня нет, на Илья Крючкова все сказал. Юлия Николаевна, наверное, будет отвечать больше на вопросы приемной комиссии, специфика подачи документов и так далее. То, что касается непосредственно вообще образовательного процесса, я думаю, как-то это мы с вами будем обсуждать. Хорошо. Ну, относительно поступления и образовательного процесса у нас достаточно много вопросов и достаточно много мыслей можно по этому поводу развить. Давайте разовьем первую. В целом, где себя выпускники юридического факультета могут проявить? Где они востребованы сейчас? Где они нужны? Ну, везде, где нужны юристы на самом-то деле. Ну, такое, когда обычно говорят юрфакту, в первую очередь, представляете, судей, прокуроров, следователей, да? Ну, и, соответственно, это как раз все вот эти правоохранительные органы и органы юстиции в первую очередь. Плюс, само собой, если мы говорим по криминалистическому циклу, по цивилистическому, то есть по гражданскому правовому, это представительство в судах, консалтинг, то есть везде, где требуется высшее юридическое образование. Адвокатура, само собой, нотариат, что еще сюда ходит, все госорганы, всевозможные министерства, ведомства, службы, да? Везде, где требуется высшее юридическое образование. Для двух профессий, прокуратура и, то есть для того, чтобы быть прокурором и судьей, помимо бакалавриата требуется еще и магистратура. Это, собственно, в самих законах вот об этих государственных органах. Для всех остальных государственных органов, так же, как и для коммерческих структур, достаточно бакалавриата, бакалавриата — это высшее юридическое образование, по юриспруденции. Ну и помимо этого, вот я уже об этом тоже говорил, школы, школы и среднепрофессиональное образование, то есть техникумы, колледжи всевозможные, там, где вот требуются учителя общества знания, английского языка и юриспруденции, если это какой-то юридический колледж, юридический… ну вот профессиональное образование, где дают среднепрофессиональное образование. Вот, собственно, это основные наши работодатели, с которыми мы активно сотрудничаем. И на протяжении вот всей учебы, ну, либо 4-х, либо 5-ти лет, студенты вот ходят на практику в эти учреждения и организации. Вопрос такой, насколько тяжело психологически учиться на юриспруденции? Например, мы сравним с обучением точных наук. Мехмат наш, например, и в МИД, Ну, естественно, очень. где есть время на то, чтобы ты правильно все формулы расписал, где есть время на то, чтобы ты какие-то инновации придумал. В юриспруденции же жизнь кипит намного быстрее. И соображать нужно быстрее. И понимать других людей тоже надо быстрее. Вот насколько это стрессоустойчиво обучение идет, насколько психологически оно может, не знаю, как-то давить на студентов, или наоборот, прививает их с самых малых лет студенческой скамьи к жестким реалям нашей жизни? Ну, нужно понимать, что юристы — это гуманитарии. Безусловно, гуманитарии. И если вот то, о чем вы говорили, Мехмат, там, эта сфера человек-машина, в первую очередь, то у нас, конечно же, человек-человек такая сфера. И, безусловно, обучаясь на юридическом факультете, мы учим помимо законов, конечно же, и общению, то есть коммуникации между людьми. Нужно быть действительно психологически устойчивым, нужно уметь взаимодействовать, коммуницировать. Но это не просто болтология, скажем так, да, но это, безусловно, в то же время еще и наука. И, да, это гуманитарная наука, конечно, здесь у нас формул нет, сразу говорю, с математикой, с физикой, с химией вы здесь сталкиваться у нас не будете. Но в то же время для юриста самое главное — это умение логически мыслить. И поэтому вот это логическое такое точное мышление, оно является обязательным, и этому, собственно, учим. Не зря у нас, собственно, с первого курса есть такая дисциплина, как, например, логика и теория аргументации. То есть мы этому учим. То есть еще и учите правильно аргументировать свою мысль. Ну, это, естественно, да, потому что это, наверное, основа для юриспруденции. Я считаю, что почитаешь некоторые статьи в нашем информационном пространстве, неважно, какое СМИ возьмешь, там иногда юристов очень сложно понять, их аргументы. Ну, нужно понимать то, что наш язык, юридический язык, он довольно-таки сложный. И это иногда бывает проблемой некоторых юристов, то, что они не могут отойти вот от этой какой-то профессиональной терминологии, да, объяснить какие-то сложные вещи простыми вещами. Но вот мы стараемся наших студентов этому учить, то, чтобы они не только между собой могли разговаривать на юридическом языке, но чтобы еще и своим клиентам, своим работодателям могли вот объяснить на языке, которым не владеют не юристы. Ну, бывает такое, что до закона у нас написано так, что трудно бывает с первого раза разобраться, что же именно там написано. Но, собственно, на протяжении вот всего периода обучения мы за этим законом и учим. И к концу, на выходе, у нас уже юристы, которые разбираются во всех законах. Перейдем к вопросам относительно поступления. Первый из них — сколько бюджетных мест планируется в этом году? На бакалавриате и Роспруденции очной форме обучения 78 бюджетных мест, на вечерней форме обучения 25 бюджетных мест, на педагогических направлениях вот два направления по 25 бюджетных мест, на специалитете на очной форме обучения 18 бюджетных мест, на заочной форме обучения 21 бюджетное место. Это, собственно, все те бюджетные места, которые есть на бакалавриате и специалитете. Хорошо. Контрольные цифры прошлого года у нас есть какие-нибудь? Какой конкурс был? Насколько тяжело было отобраться в юридический факультет Казанского федерального университета? Цифры есть, конечно. Наверное, Юрий Николаевнов об этом подробнее расскажет. Сравнивать, если вам нужна динамика, то, наверное, нам лучше это знать. Давайте об этом поговорим сейчас, чтобы абитуриенты знали, на что идут, какой здесь конкурс. Ну, традиционно на юридический факультет конкурс большой, в связи с тем, что у нас бюджетных мест не так много, как, допустим, в институте физики. У нас 78 бюджетных мест, соответственно, и в том году было 78, из которых у нас 8 мест набирают целевики и 9 льготники. Соответственно, общий конкурс остается в районе 50 с чем-то мест. Да. Так как я не математика гуманитария, поэтому я не могу это сочетать. Но, в общем-то, все понятно. Там контрольные цифры приема есть на сайте приемной комиссии, можно будет посмотреть. Соответственно, где-то на бюджет бакалаврия точная был конкурс в том году 8 человек на место. Вот. И минимальный балл, с которым мы зачислили на бюджет, был 266 баллов. Но это потому, что там были у нас... Вообще было сначала 273, но так как там были двойные зачисления, и из-за некоторых проблем с общежитием и всем остальным, ну, в общем-то, некоторые студенты, которые уже поступили на первый курс, они ушли, и мы, соответственно, зачислили уже с баллом поменьше. Ну, вообще конкурс был такой. Ну, и ежегодно конкурсу не меньше 273 баллов нужно иметь, чтобы уж точно знать, что, может быть, ты пройдешь. Ну, и то, как бы, некоторые сомневались с баллом 283, что они пройдут на бюджет. Ну, а теперь давайте поговорим про добычу этих самых баллов. Единый государственный экзамен. Какие предметы нужно сдавать, кроме обязательных русской и математики? История общества знания. Общество знания у нас является профильным предметом. Вот. Соответственно, ну, за три предмета, это русские истории общества знания, нужно набрать не менее 90 баллов, чтобы участвовать и быть уверенным, что, может быть, на бюджет пройдут они. Но, опять же, каждый год ЕГЭ сдают по-разному. Предположим, в том году общество знания сдали чуть-чуть слабее, и общество знаний было в районе 85 баллов, где-то так. До этого, в 2021 году, историю плохо сдали. Ну, то есть, каждый год задания меняются, и, соответственно, как они сдадут в этом году, все будет известно уже тогда, когда они получат баллы итоговые. В относительной ЕГЭ еще есть один вопрос, прислали его нам до эфира, зачитаю, как есть. ЕГЭ я сдавал в прошлом году, но историю не сдавал. Возможно ли в ВУЗе сдать данный предмет? Если этот абитуриент после школы, в ВУЗе у нас нет приема ЕГЭ. У нас только внутренние испытания вступительные на базе СПО. Соответственно, ну и сроки для подачи в центр ЕГЭ уже заявление пропущено, потому что там до 12 февраля нужно было это сделать. Соответственно, никак ни в КФУ, ни уже в какой-то любой школе другой этот абитуриент не сможет сдать ЕГЭ по истории. Хорошо. Поговорим про иностранцев. Куда должны обратиться иностранные студенты, которые хотят к вам поступить? Иностранные абитуриенты, получается, у них с 1 марта начинается приемная комиссия уже, то есть прием документов. Вот у нас есть департамент внешних связей, а также у нас есть заместитель декана по международной деятельности, который Довлетлетей Фрустем Шамильевич, который непосредственно общается с иностранными студентами, абитуриентами, ну и как бы в деканат могут обратиться, на почту написать. Также на сайте приемной комиссии и юридического факультета есть мои контакты, то есть как бы вот в принципе все в открытом доступе. Куда им удобно, туда не могут в принципе нам и писать. Ну, хотелось бы еще немножко добавить то, что для иностранных студентов у них процедура сдачи немножко отличается, то есть они ЕГЭ само собой не сдают, потому что у них этих ЕГЭ нет. Они сдают как раз здесь вот наши внутренние экзамены, и это не три экзамена, это два экзамена по либо общество знания и русский язык, либо правоведение русский язык. То есть историю они, историю России они не сдают. Продолжим тему иностранцев. Насколько много их у вас в институте, в факультете? Ну, я не могу сказать, что… Вот динамика, например, с 2010 года по 2023. Если брать динамику с 2010 года, она колоссальная, конечно же, да. Но давайте будем реалистами, нужно понимать то, что юроспруденция, она довольно-таки имеет такой национальный характер, да. И, безусловно, есть дисциплины, которые во всем мире изучаются, да, например, международные права, международно-частные, публичные права, да. Но это всего лишь один небольшой блок юроспруденции. А вот уголовное право, какое-то право социального обеспечения, какие-то иные отрасли права, которые являются такие сугубо национальными, они для иностранных студентов, безусловно, интересны, но, наверное, довольно-таки проблематично им потом будет у себя на родине применять вот эти знания, да. Хотя, могу так сказать, то, что не менее 10% обучающихся у нас – это иностранные студенты. И, ну, в основном, конечно же, это студенты из стран СНГ. У нас правовые семьи очень похожи. Мы все вышли из, по сути, стран соцлагеря Советского Союза, да, то есть вот. И правовые системы, конечно, очень схожи. И поэтому очень многие студенты у нас по окончанию юридического факультета возвращаются к себе на родину и уже спокойно устраиваются. Наши дипломы там, соответственно, верифицируются и работают по специальности. Ну, в основном это правоохранительный орг. Есть иностранные студенты, которые горят желанием остаться в России и работать в ее студенции? Конечно, да, многие студенты приезжают в Россию из-за рубежа и в итоге здесь остаются. То есть они сразу уже с этой мыслью едут. То есть всегда вот мы как бы в самом начале уже знаем, кто хочет проучиться 4 либо 6 лет и вернуться к тебе на родину, а кто-то, наоборот, изначально едет сюда с целью как бы уже в дальнейшем получать там вид на жительство и так далее, и так далее, чтобы уже остаться здесь работать. То есть есть разные студенты, и если мы говорим вот о динамике, то за последние там 12 лет, ну, это просто в разы увеличилось, да. Если, ну, когда я еще учился там в седьмом году, ну, буквально по пальцам можно было пересчитать иностранных студентов, да, мы все их знали, это там, ну, буквально 3-4-5 человек, то сейчас, конечно, у нас на каждом курсе где-то порядка 40, наверное, 50, да, где-то вот столько иностранцев, то есть это, ну, где-то около 15-20 процентов, там разные годы плюс-минус немножко варьируются. В этом году, ну, чуть меньше их стало в 22-м году поступило, вот, ну, они есть. И причем это не только… То есть уже особо не удивляются то, что у нас достаточно много иностранных студентов, они уже никак не были. Нет, это уже, это уже как бы норма. У нас абсолютно из разных стран, да, безусловно, больше всего… Наоборот удивляешься, а что у вас так мало, ребята? Больше, больше, больше всего из СНГ, конечно, студентов, но у нас есть и из дальнего зарубежья, самые разные, из Латинской Америки есть студенты из Венесуэлы, насколько я знаю, есть пару человек. Да, да, из Турции. Из Турции есть студенты, из Северной Африки есть студенты, из Центральной Африки, там тоже есть. Ну, разные, самые разные студенты, на самом деле география очень обширна. А, в сайте, безусловно, то есть Вьетнам, из Китая, вот, есть иностранные студенты. Их не так много, конечно, как из, например, там, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, но, тем не менее, общий язык находим со всеми. А если вот студент решил оставаться в России после обучения, необходимо ли ему еще какие-то дополнительные танцы с бобном делать, чтобы закрепиться здесь и работать юриспруденцией России? Ну, это связано, на самом деле, наверное, все-таки с визовым режимом, да? Если виза позволяет им, если они какие-то получают, там, вид на жительство или, может быть, гражданство, то есть по тем или иным основаниям получают, то для того, чтобы работать юристом в России, конечно же, никаких проблем нет. Вот. Ну, тут уже вот, я еще раз говорю, зависит от страны. То есть, если у нас максимально облегченный визовый режим, то, в принципе, многие студенты остаются. То есть, я знаю, в группах, где я куратор, многие мои студенты остались в России и спокойно уже здесь живут и работают по специальности. Ну, если это страны, где жесткий визовый режим, там уже как-то им сложнее. Но все проблемы решаются, по-саму. Ну, главное, получается, еще знать законы, то есть страны, где ты хочешь остаться. Если закон позволяет тебе, как иностранному студенту, получить гражданство и дальше уже работать по той специальности юриспруденции, которую ты выбрал, то, пожалуйста. Да, конечно. Продолжим дальше по поводу приема. Следующий вопрос. Принимаете ли вы документы в электронном формате? В электронном формате? В целом, давайте по приему документов. Как нужно поступать, что нужно делать, куда обращаться? С 20 июня начинает работать приемная комиссия. По адресу Кремлевская, 35. Соответственно, вы можете прийти как очно, подать заявление. Но в любом случае вам нужно электронно зарегистрироваться. Либо через госуслуги, либо на нашем портале Буду студентом КФУ. Только после этого мы сможем уже принять заявление и принять документы. Основная особенность этого года приема — это то, что на бюджет будут зачисляться в случае проходного балла только на основании оригинала аттестата. Если после пандемийные года мы принимали на основании заявление о согласии на зачисление, то в этом году этого заявления будет недостаточно. Нужно будет привезти оригинал именно сюда. И, соответственно, также время приема аттестата тоже сократилось. Если раньше мы принимали до 6 вечера, то сейчас до 12 дня абитуриент может привезти этот аттестат. Для чего? Для того, чтобы потом мы уже могли вывесить конкурсные списки и, соответственно, ребята могли убедиться, проходят они или нет. Но и также через госуслуги, чтобы информацию перенести в наш портал, соответственно. Вот. То есть, соответственно, нужно подать заявление онлайн, но документы, получается аттестат, три фотографии, три на четыре, нужно принести в приемную комиссию по адресу Кремлевская, 35. А через почту? Через почту можно тоже. Пожалуйста. То есть там либо экспресс-почта, почта России, все что угодно. Вот. Также есть… Главное, чтобы оригинал документов. Ну да. Ну то есть я правильно понимаю, что первоначально студенты отправляют документы, а уже только потом появляются списки с баллами? Нет. Сначала они регистрируются, подают заявления, мы их, соответственно, обрабатываем, принимаем. После этого они себя видят в конкурсных списках и в ранжированном списке по баллам, соответственно. Свой рейтинг смотрят. То есть есть у них все-таки время увидеть себя в этих списках и подумать, ввести, не ввести, отправлять. Да. До 26 июля у них время есть, в принципе. Июля? Да. Да. С 20 июня по 26 июля у нас проходит прием заявлений на бюджет. Вот, соответственно, в этот промежуток как раз-таки абитуриенты уже видят. Ну, ближе уже к июлю, там, к 20, они уже видят, проходят они или не проходят. Есть смысл сюда отправлять документы или нет. Но, опять же, почта быстро не дойдет, если они соберутся все-таки отправлять документы. Нужно как бы рассчитывать это время. В том году было таких очень много случаев. Почта задержалась, не туда принесли вообще, как бы в другой вуз совсем принесли аттестат. То есть как бы на почту тоже рассчитывать я бы не советовала. Продолжим по вопросам. Отправляемся в нашу социальную сеть ВКонтакте, где у нас в плеере есть уже вопрос. Спрашивают относительно стоимости обучения. Сколько она стоит и будет ли подниматься в этом году? Ну, смотрите, окончательную стоимость я вам могу сказать только в мае месяц, когда будет приказ ректора о, собственно, стоимости. Я могу сказать только стоимость прошлого года. Это 184 тысячи, там, 500 с чем-то рублей. То есть, ну, если округлить грубо, 185 тысяч стоимость обучения. Это на бакалавриате и Роспруденция, 170 тысяч на специалитете. Ну, и 150, если так грубо, это на… 132. А, 132. 132 на педагогических направлениях. Такая стоимость была установлена на 22-23 учебный год. Она не поднималась два года. Да, ну, это связано с пандемией. У нас она была заморожена, да. Как будет в 23-24 учебном году, я вам прям прогнозировать не могу. Но обычно, если посмотреть динамику за вот последние, там, допандемийные года, и индексация, безусловно, производилась, но она производилась не в разы увеличивалась, ну, 5-6 тысяч где-то вот происходило увеличение. Как это произойдет сейчас, я повторюсь, не могу вам прям точно сказать, какая будет сумма. Более точная в мае. Дождемся в мае, там будет цифр. Ну, вот порядок чисел, вы должны понимать, что это где-то 185-190 тысяч, вот где-то так. Ну, ждем, ждем этого прекрасного месяца, май, когда будет уже приказ, и можно будет уже рассчитывать, получается ли даже на контракт, или, к сожалению, не получается. Ну, хотелось бы, я извиняюсь, что перебиваю, пояснить то, что у нас на самом деле еще, если вы не проходите на бюджет, и у вас низкие баллы ЕГЭ, это вовсе не значит то, что вы на контракт проходите. Конкурс 8 мест — это на бюджет. На контракт, на самом деле, тоже есть конкурс, это где-то порядка четырех мест. Ой, четырех человек на место, потому что у нас есть минимальные проходные баллы, которые устанавливаются для поступления на контрактное обучение. И их тоже нужно набрать. Это для бакалавриата это 210 баллов, ой, 200 баллов, извините. Для специалитета это 180 баллов. То есть это в любом случае на юридический факультет Казанского университета желающих поступить всегда традиционно бывает много, причем со всего по Волжи, и даже с Дальнего Востока к нам студенты едут. Поэтому мы берем только лучших из лучших. Продолжим. Следующий достаточно интересный вопрос, даже с восклицанием. Зачитаю, как есть. Хочу у вас учиться. Где можно более подробно узнать о факультете? Посмотреть на преподавателей? Где можно посмотреть на преподавателей? Смотрите, у нас мы проводим на протяжении всего года около четырех дней открытых дверей. То есть если вы хотите вживую прийти и посмотреть на живых людей, не просто говорящие головой на экране, а на аудитории, где вы будете обучаться, да, вообще коридоры вот эти, да. На самом деле мы учимся в главном здании, это одно из старейших зданий. Если говорить про университеты, то у нас в Казани, по крайней мере, это самое-самое старое здание. И здесь вот все пропитано мы духом истории. И пройтись по стенам вот можно вне открытых дверей по коридорам университета. А если же вы хотите, ну, он дистанционно посмотреть, то это, конечно же, сайт. Сайт Казанского университета, страничка юридического факультета. 3D-экскурсия. У нас есть, да, на страничке 3D-экскурсия, то есть можно посмотреть. Ну, а если вы хотите посмотреть непосредственно профессорскую преподавательский состав, то на каждой кафедре есть вкладка сотрудники, где, собственно, все действующие сотрудники кафедры есть, есть ссылки, можно пройти по страничкам, посмотреть. Там все труды отображены всех сотрудников, то есть, ну, довольно-таки подробно все описано. Вот, ну, то есть в интернете. Либо дни открытых дверей, ну, либо вот эти KFO Live. Как раз-таки заговорили о днях открытых дверей. Когда он ближайший будет? Ближайший день открытых дверей 26 марта. Вот он буквально на той неделе был у нас в феврале месяце, в конце февраля. Ой, в конце января. И вот сейчас будет следующий, 26 марта. В 10 часов он будет для бакалавров и специалистов, и в 11 часов он будет для магистрантов в главном здании, Кремлевская, 18, 338-я аудитория. Пожалуйста, приходите. Возвращаемся к нашему плееру. Еще один вопрос от абитуриента. Можно ли получить дополнительные баллы при поступлении через ГТО, красный аттестат, волонтерские часы и так далее? То есть какие дополнительные баллы можно заработать в ходе приемной кампании? Дополнительные баллы дают, это значок ГТО, без разницы, золотой, серебряный. Два балла он дает. И аттестат с отличием дает пять баллов. Ну, если абитуриент является призером Олимпиад, либо победителем Всероссийской Олимпиады, призером дается три балла от трех до пяти. А победители, если при условии, если они ЕГЭ сдают по обществознанию на 60 баллов, то они поступают вне конкурса. То есть 300 баллов у них будет. Учите предметы. Есть хороший шанс вне конкурса пройти. Давайте поговорим о жизни юридического факультета. Какие в факультете есть кружки? Может быть, что-то необязательно связанное с наукой, творчество, спорт? Ну, давайте сначала про науку поговорим. Где могут студенты себя реализовывать, помимо самой учебы? Ну, вы тут уже затронули, на самом деле, Альфа Магединовича, да? Это сейчас в его ведомстве находятся студенческие научные кружки. Да, в Казанском университете и в частности на юридическом факультете очень активно развитое студенческое научное общество, научная жизнь. Непосредственно наши студенты юридического факультета и наше СНО несколько лет подряд становилось лучшим студенческим научным обществом Казани. То есть наши ребята постоянно участвуют во всевозможных конференциях, выезжают, ездят в Москву, Санкт-Петербург, по регионам нашей страны. На конференции едут, публикуют статьи научные. Некоторые наиболее такие выдающиеся наши выпускники к окончанию, вот к четвертому курсу имеют столько публикаций, сколько не все преподаватели на самом деле могут себе позволить. Помимо этого у нас проводятся две крупные конференции. Это итоговая научная конференция и конвент студентов. Это уже в Казанском университете. К нам также на конвент в основном, конечно, приезжает большое количество иногородних студентов, и вот проводится такое мероприятие. Также мы гордимся нашими всероссийскими судебными дебатами. То есть это такая некая модель судебного процесса. Но те, кто в теме, они понимают, что это на самом деле такое знаковое очень мероприятие среди студентов, и победителям вот этого судебных дебатов всероссийских это будет довольно-таки почетно. Это то, что касается научной составляющей. Но учиться у нас на факультете на самом деле очень весело. Я сам помню эти студенческие годы, и культурно-массовая жизнь у нас просто бурлит и кипит. Каждый год у нас проводятся такие традиционные мероприятия, как День первокурсника, Студ, Весна. Это уже как бы даже об этом, наверное, и говорить-то не стоит. Но у нас помимо этого проводится множество иных мероприятий, например, день юрфакума традиционно обычно отмечаем, как с размахом, да, проводим концерты, там всевозможные иные мероприятия к этому приурочиваем. Всевозможные какие-то выезды, то есть вот у нас, ну, ковид немножко притормозил, конечно, такие вещи, да, но сейчас все это вот возобновляется. Там выезды на природу со студентом, преподаватели студентам, там, живут в палатках, например, да. Ну, не с студентами живут в палатках, а выезжают на природу, я имею в виду, да, на кемпинге. Потом у нас очень активно работает студенческое сообщество, и там есть всевозможные комитеты, благотворительные акции, там, профсоюз, ну, весел. А, ну и плюс, конечно, спортивная жизнь. Вообще у нас шутку иногда называют юрфак, это спортивный факультет с юридическим уклоном, потому что у нас на факультете что-что, а спорту посвящается очень много внимания, мы из-за здорового образа жизни, да, хотя, как всегда, наши студенты, как и многие студенты Казанского университета, конечно, любят поспать и по утрам не ходят на физкультуру, но потом благополучно ее отрабатывают и доздают. У нас есть всевозможные, там, сборные по футболу, вот мы в этом году стали чемпионами Казанского университета, по баскетболу, волейбольные сборные, то есть есть и какие-то отдельные индивидуальные виды спорта, там, тяжелая атлетика, борьба, и наши студенты и выпускники традиционно всегда занимают призовые места. У нас много чемпионов, то есть, например, Алексей Морозов у нас в свое время учился, чемпион мира. Нынешний президент континентальных хоккейных регионов, да, 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 он. Зарипов, ну, много хоккеистов у нас, на самом деле, в свое время училось. Вот мой одногруппник просто, он, например, олимпийский чемпион в свое время, когда мы учились. Много-много, у нас, на самом деле, спорта очень такой вот... Трепетное отношение. Да, трепетное отношение к спорту. Насколько я помню, день юрфака в начале декабря проводится, да? Да, да, день юриста, день юрфака. Да, просто вспомню из истории, как раз-таки, связанное тоже со спортом. В один из годов, когда мы проводили Кубок университета, который в этом году опять-таки достался юридическому факультету, в концертном зале Уникс у нас проходит концерт ко Дню юриста, в соседнем помещении, то есть, спортивный зал Уникс, у нас идет финал Кубка КФУ, где я как раз-таки юрфак и участвовал. Такого ажиотажа мы никогда не видели. Когда сам директор, точнее, декан факультета пришел тоже на матч, ну, естественно, ребятам это достаточно сильно помогло, уверенная победа тогда у них была. Атмосфера достаточно хорошая на юридическом факультете. Ну, стараемся, стараемся. Поддержим, да. То есть мы своих студентов любим на самом деле, всегда за них болеем, у нас и преподаватели приходят. Собственно, у нас и сборные преподаватели тоже активно спортом занимаются, то есть мы в рамках Спартакеада университета среди преподавателей, сотрудников, тоже по многим видам спорта занимаем прессовые места. Сейчас, повторюсь, вот последние пару лет, конечно, стало чуть сложнее, но это связано с тем, что вот после ковида вернуться вот в это русло уже не так просто, как это было раньше. Но, тем не менее, по крайней мере, вот в студенческой жизни все уже восстановилось, тут уже как бы отголосков ковида практически нету, ну и все стало на свои места, юрфак, как всегда, становится чемпионом. Есть еще парочку вопросов. Давайте поговорим на такую тему, как учеба, совмещение ее с работой. Насколько возможно это на юридическом факультете? Ну, если, например, говорить о вечерней форме обучения, то вообще легко. Тут проблем нет, потому что учеба, собственно, осуществляется вечером, а после шести студент может днем учиться, вечером, вернее, днем работать, вечером учиться. Если мы говорим об очной форме обучения, то тут, конечно, чуть сложнее, но так же, как и в любом другом месте. У нас традиционно у студентов младших курсов это первая смена, у старших курсов это вторая смена. Специалисты у нас тоже в основном во вторую смену учатся. Ну и если студент находит какую-то соответствующую подработку, если она связана с юриспруденцией, то мы прям вот всячески ее, конечно, поддерживаем, да, но с юриспруденцией это, наверное, начиная со второго курса, как-то где-то там помощниками юристов наши студенты начинают уже подрабатывать, да. По каким-то, ну, иным, не связанным с профессиональной деятельностью, ну, я знаю, что многие студенты подрабатывают. Не могу сказать, что меня прям это сильно радует, потому что если студент ночью там где-то чем-то занимался, где-то работал, а потом днем спит вместо того, чтобы на пары идти, ну, это его ни в коем случае не оправдывает на самом деле, и это пробовым считается. Но с другой стороны тоже стараемся с пониманием относиться. Ну, все-таки нужно понимать, это не только на юрфаке, это вообще везде, во всем мире так. Если ты студент очной, дневной такой формы обучения, то ты можешь спокойно работать, но если твоя работа не мешает учебе. Потому что если она мешает, ну, нужно ставить, ставить какие-то приоритеты. И я считаю, что все-таки образование это на первом месте. А потом, уже имея образование, ты можешь реализовывать себя в своей профессии. Ну, то есть лучшим вариантом здесь как раз-таки идти по профессии. Да, 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 конечно. Студент же имеет, по сути, право, если он работает по юриспруденции, обращаться напрямую к преподавателям, если какие-то он на своей практике увидел темы. Он имеет право и не работая обращаться к преподавателям. Тут проблем-то нет никаких, обращаться не обращаться к преподавателям. Просто если вам нужна, если вы хотите как бы двух зайцев убить и где-то работы какую-то профессиональную консультацию получить, ну, любой труд должен оплачиваться. И если вы свой кейс какой-то кому-то там на отку поддаете, то как бы имейте в виду, что может быть не вполне качественно ответ получить. Ну, вообще, на самом деле, да, конечно, постоянно студенты подходят, консультируются. Вот этой серии «Ты же юрист». Как правило, начиная со второго курса, к студентам юрфака относятся уже как к полноценным юристам. Все одноклассники, родственники начинают. Все, ты же юрист, хотя он еще пока только-только вступил вот на эту студию юридическую. Ну, помогает. Нет, на самом деле практика — это прекрасно, потому что если ты на втором, на третьем, на четвертом курсе начал уже, ну, немножко, конечно, по мере возможности работать по специальности, то по окончании, по получению диплома у тебя просто будет на самом деле зазор. То есть ты уже будешь на шаг, на два шага впереди своих однокурсников, которые не работали. Потому что, ну, практика, она всегда только приветствуется. Вот. Ну, вот как-то так. То есть уже со второго курса начинается… Нет, нет, нет. Поехали ты мне сопроводишь ипотеку, поехали там… Ну, нужно понимать, что какой-нибудь вопрос… Сопроводить студент второго курса, конечно, может, только гарантия, гарантия он никаких дать не может, да, безусловно. Ну, а по некоторым специальностям, что он все-таки требуется высшее юридическое образование. То есть, например, работать там где в следственном комитете, в прокуратуре, ну, просто не позволит пока. То есть наличие, только наличие диплома позволяет работать. Поэтому в основном студенты подрабатывают в частном правовой сфере, там, где наличие высшего юридического образования все-таки не является обязательным. Поговорим о практике. Немного времени у нас осталось до конца прямого эфира. С какого курса начинают студенты практиковаться и в каких сферах они себя проявляют? Что они должны, вот, например, на первой своей практике, что должны принести для отчета? Я тогда чуть-чуть издалека начну. Да, да, да. По строению учебного плана. Дело в том, что начиная со второго курса у нас появляются дисциплины по выбору, элективы. И каждый семестр, одна-две дисциплины по выбору, это дисциплины, которые традиционно из четырех таких крупных юридических блоков. Это цивилистический блок, то есть цивилистическая какая-то дисциплина, криминалистический блок, то есть уголовного права, уголовного процесса, государственно-правой блок, это конституционно-административный блок, и международно-правой блок. И вот студенты выбирают эти дисциплины, и, как правило, когда на практику они, ну, то есть на практику стараются идти по тому направлению, по которому они начали двигаться. То есть если ты пошел по уголовно-правому циклу, то обычно на практику стараются идти в следственный комитет, прокуратуру, суды, общие юрисдикции, суды, там, где уголовные дела рассматриваются. Если ты пошел, больше начал по цивилистике спецкурсы изучать, то тогда они на практику идут, как правило, всевозможные юридические фирмы, консалтинг уходят, то есть там, где все-таки цивилистикой больше занимаются. Если это государственно-правой блок, то это госсовет, может быть, там, какие-то министерства юстиции, ну, иные государственные органы, государственные службы. То есть возможности прохождения практики, ну, практически безграничны. Вот везде, где есть юриспруденция, она есть везде, ты, в принципе, можешь туда и пойти на практику. Договоры долгосрочно у нас со всеми крупнейшими работодателями Тартана заключены, но если же ты хочешь пойти на какую-то, там, где ты, например, уже работаешь, где-нибудь юристом совместить как бы и практику учебную свою, и профессиональную деятельность, ну, какая-то небольшая юридическая фирма, например, с которой у нас нет договора, то единовременно, то есть однократные договоры также заключаются, в принципе, можно пойти туда. Но, само собой, только по юридической специальности. То есть практика, проходить практику где-нибудь в ресторане, работа на шеф-поварах, конечно же, не получится, да? То есть только по юридическим профессиям можно проходить практику. На втором курсе все это начинается. У нас есть разные виды практики. Есть концентрированные практики, которые летом проходят и на протяжении либо месяца, либо двух недель, ну, зависит от курса как бы. И есть рассредоточенные практики, когда студент пять дней в неделю ходит на учебу, а один день на практику. То есть не так на протяжении семестров. То есть вот рассредоточенная практика есть. А вот место выбора практики зависит уже от самого студента. То есть если что, можно и в своем регионе, например, выбрать? В своем регионе можно концентрированную практику проходить. Рассредоточенную вряд ли получится. Но имеется в виду летнюю. Летнюю можно, да, летнюю можно уезжать. Там есть определенные процедурные моменты, то есть договор нужно заключать на практику. Но, как правило, студенты, которые замотивированы, которые хотят у себя дома проходить практику, эти проблемы с легкостью решают. Ну, то есть, например, можно студенту из Удмуртии спокойно уехать в Ижевск, и там, например, в Министерстве юстиции идти практику. То есть Казанск-Федеральный инвестиц спокойно на контакт идет. Да, да, конечно, конечно. То есть таких договоров у нас, на самом деле, огромное количество. Потому что у нас, ну, мы являемся федеральным университетом, да, и очень много студентов, которые не из Татарстана, и, соответственно, большинство из них, конечно же, хочет на каникулы летом уехать к себе домой. И они там спокойно проходят практику. Повторюсь, там чуть сложнее, чем когда у тебя долгосрочный договор с Казанским университетом. То есть мы гарантированно всем предоставляем место прохождения практики. Показания для всех есть. То есть мы это находим. Если ты хочешь уехать, ну, например, в Удмуртию, без проблем, но ты сам должен договориться с этим органом. Там, это, я не знаю, это может быть адвокатура, это может быть, опять же, фирма юридическая, может суд быть. Вот. Есть стандартный типовой договор о практике. Ну, собственно, с обеих сторон его подписываем, и, пожалуйста, можешь у себя в субъекте проходить. То есть для прохождения в Казани тебе нужно просто прийти, взять документы и идти. Уже мы список куда отправляем, там тебя будут ждать. Для прохождения практики в каком-то другом субъекте тебе нужно предварительно договор заключить. Ну, чуть сложнее, но, в принципе, это вполне реально, и не было еще такого, чтобы студент не смог этого сделать. Хорошо. Что ж, большое спасибо. Вопросы у нас подошли к концу. Есть еще парочка минут. Заключительное слово относительно нашего эфира, относительно бакалаврят и специалитета на юридическом факультете, если есть что добавить абитуриентам. Ну, на самом деле, просто хотелось бы вас всех позвать, во-первых, 26 марта на день открытых дверей. Приходите, увидите все своими глазами. Кроме того… Посмотрите на преподавателей, да? Да, ну, на преподавателей в воскресенье. Это на воскресенье, на самом деле. Этапушки много их будет, только те, кого пригласим. Помимо этого, у нас есть такой проект, называется «Испытательный срок», когда абитуриенты, ну, это в основном 11-10 классы, приходят на факультет и живут один день жизнью студента. Они ходят на лекции, на практические занятия, ходят в столовую нашу. Ну, в общежитие ходят, смотрят, да. То есть это вот… «Испытательный срок» мы это называем. Статья 73 Уголовного кодекса. Прожить один день. Поэтому приходите. Записаться можно на сайте. То есть у нас как бы на вкладке «Весно». Центр образовательных технологий. Да, на вкладке «Весно» можно записаться. И, пожалуйста, вот по поводу какой именно этот день пока еще не определено, но один из учебных дней, пожалуйста, приходите, будем вас ждать. Это весной обычно бывает. Да, да. Ну, скоро вот, в ближайшие пару месяцев это произойдет. Ну, а также вообще мы просто вас всех ждем. Приходите. У нас очень интересно. Мы даем качественные знания и при всем при этом не сугубо теоретические знания, а прикладные. И студенческая жизнь в Казанском университете и на юридическом факультете очень активно развита. Будем вас ждать. Юлия Николаевна. Ну, а я в свою очередь хочу позвать вас 20 июня приходить к нам в приемную комиссию и подавать документы на юридический факультет. Мы будем их вас очень ждать. Ну, а мы будем вас ждать в следующий раз, когда настанет очередь юридического факультета вновь оказаться в нашей программе. Еще раз благодарю. Большое спасибо, что нашли время к нам прийти и ответили на все вопросы, которые интересовали наших абитуриентов. Напоминаю абитуриенты, что вы можете писать свои вопросы и по ходу трансляции, и до них в группе Казанского федерального университета. Наши редакторы все подобьют. И самые интересные, самые частые из них мы нашим гостям обязательно зададим. Это был КФУ Live для юридического факультета. Увидимся. До скорого. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok